В Арктике, где мы начинали работать, было выявлено, естественно, что в почве микроорганизмов не способны к гольфу, чем в верзлоте. В сухих долинах было абсолютно наоборот. В верхних горизонтах, по сути, ничего не было, там 10 во 2, в лучшем случае. Как было на Расимана? Да, вот я хочу сказать. Здесь ситуация вот какая. То, что я говорила, это особенности вот этих почек, которые формируются в данных оазисах, и те почки, которые мы исследовали. В том-то и дело, что из-за очень экстремальных условий, это сильное и ультрафиолетовое излучение, это ветер, это перепад температуры и так далее, жизнь уходит под камень. То есть, фактически, у нас наибольшее количество микроорганизмов обнаруживается не с поверхности, они уходят с поверхности. То есть, у нас и ванны, это самое, как с этих галеток. Да, они уходят, вот я хотела так подчеркнуть, что особенностью антарктических почв является то, что на поверхности их практически, ну, то есть, они есть, но они выявляются очень мало, они уходят в глубину. И... Они не уходят, они там просто сохраняют. Не знаю, ответ получил. Нет, они именно уходят. Если речь идет о тех почвах, которые мы изучали, то это так называемые, это вот эндолитные почвы, которые образуются в трещинках, да, и они уходят в камень. Коллеги, давайте...